Экологи акционерной компании Алроса читают школьникам лекции, проводят интеллектуальные игры и устраивают выезды. Все для того, чтобы дети больше узнали о природе, о флоре и фауне родного края. Так они прививают молодому поколению экологическую грамотность. В роли преподавателей начальных классов пришлось побывать экологом Института Якутни про алмаз, рассказать о суровом климате нашего края, об уникальных видах животных и растений, национальных парках и многом другом. А главное, сделать это интересно. Мы с нашими коллегами с Института запланировали ряд мероприятий, также с управлением компанией. Одно из них сегодня, это начальное мероприятие, это проведение открытого урока «Наш дом Якутия». После рассказа о природе Якутии экологи сделали детям приятный сюрприз. Показали мультик про непоседливого и непослушного медвежонка. В игровой форме с детьми постарались провести диалог, чтобы и они приняли участие, могли задавать вопросы, могли отвечать на вопросы. Ну и, конечно, мультик «Куда без мультика для детей». По мнению экологов, в детском возрасте человек особенно близок к природе. Он на равных разговаривает с ней, искренне любит и боится причинить вред. Дети – это действительно наше будущее. Если мы уже сейчас будем разговаривать с детьми на всех уровнях становления их личности, начиная от первого класса, заканчивая одиннадцатыми классами, мы сможем инвестировать в положительные эмоции, в положительную динамику. Есть такое выражение, что мы не являемся владельцами земли, мы ее арендуем у наших детей. Поэтому сегодня текущее наше – это будет завтра наших детей. И они должны это понимать. Все начинается с малого. Лес появляется не за один год и даже не за десятилетия. Это длительный вековой процесс. Так и мы сейчас должны посеять семена знаний, что будущие поколения знали о первостепенности проблем окружающей среды. Так считают экологи. Ученики школы номер семь и политехнического лицея города Мирного сразились в брейн-ринге на тему охраны природы. Организаторы интеллектуальной игры – экологи акционерной компании «Алроса» и института Якутни про Алмаз. Они считают, что подобные состязания повышают знания детей о природе и ее охране. Четыре команды с озвученными названиями «Клэве», «Стерхи», «Пульс» и «Мамонтята» приняли участие в интеллектуальной игре под названием «Сокровища Якутии». «Если исчезнет солнце, все покроется мраком и замерзнет. Если исчезнет воздух и вода, нечем будет дышать и нечего будет пить. Если исчезнут растения, нечего будет есть животным и человеку. Поэтому сохранить природу означает сохранить жизнь». Школьники представили свои визитки и девизы. А после процедуры жеребьевки игра началась. Правила игры просты. Команды на время отвечают на один вопрос. «Мероприятие, посвященное Году экологии, экологический брейн-ринг. Мы совместно его проводим с Якут-Непроломас. Проводится мероприятие на уровне городском впервые. Данное мероприятие предполагает несколько этапов работы». «Сначала ребята приняли участие в отборочном туре, а после поборолись за призовые места. Школьники показали отличные знания о родном крае и узнали много нового. По итогам икры третье место разделили команды Клева из Терхи. Второе завоевали мамонтята из политехнического лицея. А победителем стала Пульс из седьмой школы». «Мероприятие мне понравилось, так как я поднял свои знания о Якутии. Я считаю, что таких мероприятий должно быть намного больше, чтобы развивать детей, чтобы они были более активны». «Экологи говорят, что ради сохранения жизни на земле мы обязаны объединиться. И пусть сейчас школьников объединила только игра, но в будущем, возможно, ребята воплотят в жизнь важные экологические проекты». 22 мая, в День Международного биологического разнообразия животных, в школе номер 7 состоялась презентация детских проектов. Это уже третий экологический конкурс для учащихся. Работы юных исследователей оценили экологи Института Якутни Пралмаз. Саша Ступаков – один из участников конкурса. Темой презентации стали ленские столбы. Семиклассник удивил судей макетом национального парка. Его изготовил сам, из природных материалов. «Я узнал об этой теме из объявления, она у нас в школе висела. Мне стало интересно, что же это такое. Я подошел к нашему классному руководителю, начал подробно спрашивать об этом. Она мне сказала, что в рамках года экологии проводится вот такой вот конкурс. Я сразу вспомнил, как мне мама рассказывала в детстве про ленские столбы. Именно эту тему я решил выбрать для своей презентации». В школе номер 7 – это уже второй экологический конкурс для учащихся. Под руководством своих преподавателей ребята подготовили интересные презентации. «В конкурсе участвуют ученики седьмых-восьмых классов. На конкурс были предоставлены работы по таким темам, например, ленские столбы, якутские алмазы. Всего приняло участие восемь учеников. Представлено семь работ». Оценили работы конкурсантов экологи Института Якутни про алмаз. Учитывали все – от дизайна до увлекательности проектов. «Оценка проходила по десятибальной системе и по соответствии теме, по четкости постановки целей и задачи, по оформлению, по собственному вкладу ребенка в работу, по наличию выводов каких-то в работе». Всех конкурсантов поощрили. Участникам вручили дипломы, сувениры ручной работы, канцелярские товары из экологически натурального сырья и ценные подарки. Третье место завоевали Владимир Голиков, Сергей Смаилов и Азарий Корякин. Второе получила ученица шестого класса и самая младшая участница – лаурецкая Катя. А победителем стал юный исследователь Александр Ступаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова